6 числа отключили газ, то есть я так понимаю, что труба пробита была где-то примерно в это же время. Вот видите, стоит столбик от межевиков, где должна проходить граница забора. На границе забора прямо труба. Труба, я так поняла, как было мне сказано, поставлена с нарушением всех ГОСТов. На проекте указано, где идет водопровод, тут же на проекте указано, где идет линии электропередач какие-то тут. Но газовые трубы мы не видим нигде, поэтому собственник дома ни в чем не виноват, он просто строил свой забор. Люди все живут, у всех газовые котлы, у всех газовые плиты дома, соответственно, то есть никто не может готовить, никто не обогревается и горячей воды нет. Газ не пускают до тех пор, пока представитель ТИЗа, господин Томиловский Анатолий Юрьевич, не оплатит счет в размере 297 тысяч рублей, выставленный газовиками, ему за подключение всего поселка 50 домов газу. На товарищество индивидуальных застройщиков, дабы людям купить здесь себе дома, нужно было приобретать не только дом, но и проплачивать сумму 375 тысяч на нужды ТИЗа. Нужды ТИЗа входило сделать дороги, дороги тоже мы все видим, фонарные столбы с фонарями, фонари тоже везде висят, ну и благоустройство территории, соответственно, и забор. Ну и газ, соответственно, коммуникации. В коммуникации должны были быть заключены договора с электросбытом и с горгазом. С электросбытом мы счета получаем, а с горгазом, я так понимаю, договора на обслуживание до сих пор нет. Мы согласны были платить эти деньги в ТИЗ, чтобы их распределяли на нужды, все эти деньги потеряны. То есть вы же не видите здесь ни дорог, ни фонарных столбов, как бы ни при домовой территории. Как вы еду доготовите, собственно? Нет, ну вот получается, что вот, это ничего, никакая комфорта, ну естественно, не горит, да, понятно. Вот мультиварка, все, то есть, а как? Как еще? На всю семью, сколько у вас детей? У меня четыре. На четверых детей, я с мужем, вот у вас. Мультиваркой, да, спасаете? Ну мультиварка, вот чайник, что, ну хорошо, у меня электрофильтар. В общем, все остальное. Не сказать, что совсем уж там смертельная ситуация. Не сказать, что смертельная, но сейчас не минус 25. Вы поймите, сейчас плюс 25. Если был бы минус, извините, как бы, было бы очень все плохо. Ну у вас перспектив там, ближайших не видно, да, решение? Сейчас все, что я услышала от властей, ждите ответ в 30-дневной форме. 30 дней я жду только ответ. Я выйду в сентябрь с ответом, и в первый класс у меня ребенок пойдет, соответственно, без горячего духа. Вода тоже будет холодно, вы понимаете. Понятно. Спасибо. 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 Спасибо.